Привет, друзья! Вчера я выступил на своих первых соревнованиях по пауэрлифтингу, силовому троеборью. Кто не знает, это силовое троеборье, включая в себя три упражнения, приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга, силовое троеборье. Пауэрлифтинг. Вот, наконец-таки я выступил, показал определенный результат, ну, обо всем по порядку. Что за турнир? Турнир всероссийский, мастерский, так называемый турнир, называется «Огни Москвы». Вот футболочку как раз там себе прикупил, соответствующую на память. Как всё получилось, да, с чего всё началось? Где-то месяца полтора назад один мой товарищ написал мне в Инстаграм, что не хочешь выступить на соревнованиях, говорит, ты вроде там тренируешься, да, результаты показываешь какие-то. Я отмахнулся сперва, да, какие там результаты? Что там, наверное, в моей весовой категории, это, наверное, там третий разряд там юношеский. Да нет, посмотри, там неплохие у тебя результаты. Ну, я взял свои лучшие результаты, посмотрел, сумму собрал. Ну, и действительно, свои лучшие результаты, то есть они даже перекрывают норматив кандидата в мастера спорта. Я заинтересовался, начал смотреть дальше, ну, и посмотрел по календарю. Ближайшие соревнования, вот через полтора месяца, как раз вот эти вот «Огни Москвы», «Всероссийский турнир», то есть любой практически желающий, да, занимающийся может заявиться и, соответственно, выступить. Что я и сделал. Нашел знакомого человека, который в этой сфере вращается, знает там, как что сделать, как лучше, какие выходы, куда обратиться, к кому позвонить. И вот что интересно, со мной собирались выступить еще два человека, тоже готовились, тоже хотят они там разряды выполнять, там тренируются постоянно. Ну, и вот мы втроем, такой небольшой командой, решили заявиться. Все сделали, все оформили, заявка, врачей, все прошли, страховка, там небольшую анкету там составляешь, карточку. Все-все-все сделали, прошли курс антидопинг, там в Русада тоже все это, как бы, в принципе, нормально, все это можно сделать, все это по силам. Все сделали, направили документы, оплатили взнос, взнос составляет 2000 рублей. Там немножко мы со сроками чуть-чуть там задержались и пришлось еще штрафную заплатить 1000. В итоге получилось 3000 рублей, заплатили, все нормально, в принципе, все неплохо, ну, цены, в общем-то, приемлемые, да, то есть, говорят, что в альтернативных федерациях там намного дороже, там и 5, и 7 тысяч нужно платить за то, чтобы выступить. Ну, а здесь вот, ну, 2-3 тысячи федерация пауэрлифтинга России, то есть, это основная наша федерация, где присваиваются звания кандидата мастера спорта, мастера спорта России. Именно вот министр спорта подписывает все эти удостоверения и все это, в общем, все официально, все четко, все настоящий вид спорта. Мне захотелось поучаствовать, захотелось действительно тренируюсь, вроде что-то как-то результат, ну, знаете, соревнования, они всегда бодрят, они твой, твой настоящий уровень показывают, да, действительно, что ты можешь, как ты вообще готов, что и как ты сделал. Вот интересно тоже, вот, могу такую вспоминаю историю, когда еще был маленький, только начинал заниматься боксом, и вот два паренька там у нас в зале, они там между собой спорят там, да я боксер там, нет, я боксер, да я вот боксер, там, нет, я уже боксер. И, ну, я так со стороны наблюдаю, и мой тренер подходит к ним, таких приобнял, ребята, говорит, ребята, вы не боксеры, вы еще не боксеры. Боксер это тот, который показал какой-то результат на соревнованиях, где-то выступил, что-то завоевал, что-то получил, какой-то результат показал. Вы, вы еще не боксеры. Вы, знаете, вот мне запомнились эти слова, запомнилась вот эта вся вот эта картинка, до сих пор вот так перед глазами стоит. Ну и действительно, то есть называть себя там, я там пауэрлифтер, или я там боксер, там, борец, ну, если ты даже на соревнованиях не уступал, никакого результата не показал, ну, какой ты борец, какой ты боксер, какой ты, нет, конечно, ты им не являешься. Я, как бы, тоже со своим тренером на этот счет согласен. Пожалуйста, подготовься, собери документы, протренируйся, сделай вес, взвесься, пойди, выступи, вот тогда покажи результат. То есть, тогда уже будем считать, что ты спортсмен, что ты именно являешься спортсменом, да, вот этого вида спорта. Ну что, друзья, давайте перейдем к соревнованиям. Первое движение, это приседания, все, с утра я взвесился, вес показал 82,5, а нужно было 83 килограмма. Кстати говоря, насчет веса, я, мой вес 85 плюс, там, где-то, ну, 85-500, где-то 86, и, чтобы войти в 83-ю категорию, да, нужно было немножко подогнать, но гонять, в общем-то, в боксе там все мы чуть-чуть где-то придерживаем вес, где-то гоняли в свое время, там, все это знаю, как это все делается. Поэтому, в общем-то, без потери сил, я так считаю, все нормально, все сделал, чувствовал себя хорошо, все, вес подогнал, 83, даже 82,5, взвесился, все нормально, четко. Через полтора практически часа уже соревнования, уже первый выход на помост, все, пошли немножко перекусили. И вот первое движение, приседания. Сделаю сразу три попытки, все, в одном видео вставочку сделаю, посмотрите, оцените, а дальше продолжим. Погнали! Погнали! Давай! Ну вот, друзья, вы видели все три попытки, все сделал четко, точно, в принципе, ну, все нормально, сел, встал, все однообразно, как тренировал. Но я вам скажу, друзья, что вторая и третья попытка были не засчитаны. То есть, один судья показал, что я все сделал правильно, все четко, засчитал попытку, а двое судей сказали, что не зачет. То есть, там не объясняют, просто они там флажки поднимают, там на кнопку нажимают, загораются там фонарики. То есть, два судей, два к одному, то есть, двое судей сказали, что не засчитывают эту попытку. И, соответственно, вторая 175 и третья 180 мне в зачет не пошли. Ну, я думаю, тут причина именно в седе, да, то есть, в низости тут седа, да, то есть, в глубине, так скажем, седа. Видите сами, что я над глубиной седа начал работать только вот буквально, вот, как узнал, что все, я вот выступаю на соревнованиях, все, заявку, вот я начал делать. Это вот полтора месяца, месяц даже, можно сказать, назад я начал работать, прорабатывать глубину седа. А до этого я этим не занимался, потому что, ну, приседаю, что нормально, сел, встал, что мне на соревнованиях не выступать, да, как бы, что там, делаю, да делаю, как делаю, так и делаю, все, ноги укрепляются, спина работает. Ну, все нормально, в общем-то, делаю. А вот для соревнований, видите, нужна глубина седа, нужно чуть-чуть ниже туда еще просаживаться, досаживаться. Но я за этот месяц, я считаю, что тоже большую работу сделал, потому что вот то, что я отработал, то, что вот эту вот глубину я просел, и то, что я, видите, как что 170, что 180, да, все однообразно сделал, да, может быть, там какие-то миллиметры, там, ну, судя, виднее, то есть, я, конечно, спорить не буду. В этом деле я еще новичок, даже, можно сказать, вообще никакой, поэтому, тем не менее, но на тренировке я, у меня лучший результат, это 195 килограмм. Я приседал на раз, садился, все нормально, тоже, ну, как мне кажется, достаточно низко, но, наверное, на соревнованиях, я думаю, тоже такой бы результат не зачли. И поэтому остается, что, работать над глубиной седа, да, работать потихонечку, все, нарабатывать технику, держать спину, в принципе, в остальном, вроде, все нормально. То есть, я вот, насколько я, насколько я в этом деле понимаю, насколько я вот сейчас уже разбираюсь в этих вещах, в принципе, вот только глубина седа, нужно над этим работать, и все будет нормально. Ну, а, кстати, что насчет этих двух товарищей, которые со мной заявлялись на соревнованиях, надо отметить, что они так и не заявились, тоже, тоже, вроде и готовились, и все, и хотели, но уже вот на этапе вот этой подготовки, когда уже соревнования начали приближаться, уже надо, надо вот уже платить взносы, надо уже вот заявка, вот все, 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 и они соскочили. Один там, что-то у меня где-то, там, второй там тоже, да у меня там вот это, вот это, да я там вот это, да я, ну, все мы знаем эти истории, друзья, что, конечно, нужно иметь определенное мужество тоже здесь собраться. Хочется, хочется, конечно, человек так устроен, хочется сказать, да, да нафиг мне это надо, лучше пойду дома полежу, лучше не буду, лучше, но это все, да, так вот устроен организм у нас, психология. Ну, надо все это здесь поставить на место, с этим надо побороться и заставить себя все-таки пойти, сделать, и потом, соответственно, будет намного все лучше, приятнее, вспоминания, воспоминания, что я все-таки пришел, сделал, вот те двое не смогли, а я пошел, заявился, выступил, сделал, и все, в принципе, нормально, там, что-то зачли, что-то не зачли. Ну, и задачи, в общем-то, и не было там что-то, какие-то рекорды показывать. Моя задача была именно в приседе здесь посмотреть, где, как, оценивают, насколько, где, насколько нужно садиться, насколько, чего, то есть это можно прочувствовать только на соревнованиях, потому что, ну, я свои видео с приседаниями показывал разным специалистам, кто-то говорит, да, кто-то говорит, нет, кто-то говорит, досел, кто-то говорит, не досел, кто-то спорно. Вот, пожалуйста, на соревнованиях я все это уже увидел, прочувствовал на себе, где досет, где не досет, как и что. Ну что, друзья, следующее движение – это у нас жим лежа. Погнали! Повет спортсмен первого разряда представляет город Москва. Жим лежа, конечно, не самая моя сильная сторона в настоящий момент. Была травма плеча, поэтому очень долгое время не жал, то есть вообще не делал это движение. Ну, отсюда и веса такие детские. Ну, буду прибавлять, буду прибавлять. Вес взят. Давай, 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 давай! Ну, как я уже сказал, жим лежа – это не моя сильная сторона в настоящий момент. Лучший результат я на тренировке показывал – 127,5 килограмм. Жал в касание, да, то есть коснулся и я сразу же отбил. Ну, здесь, конечно, другая ситуация. Здесь нужно сделать паузу на груди, все немножко сложнее. И, в принципе, даже вот эти 115 я на днях тоже делал в касание. Ну, вот с паузой, видите, конечно, все сложно. Травма плеча была буквально, ну, не делал вообще. Вот как узнал, что буду на соревнованиях участвовать, тогда начал потихонечку тренировать его, и то там с маленьких весов, чтобы просто хоть за что-то зацепиться, хоть чтобы не получить баранку в этом движении, да, ноль очков, чтобы хоть как-то что-то, хоть что-то показать, хоть что-то сделать. Кстати, один из участников, я думаю, что у него, видимо, тоже была какая-то травма, и он вообще заказал себе в первой попытке 20 килограмм. То есть пустой гриф, пустой гриф просто пожал, все, 20 килограмм, и больше он ко второй, к третьей попытке не подходил. Ну, для чего это делать? Для того, чтобы просто поучаствовать, да, то есть присесть и, соответственно, потом потянуть. То есть никаких там мест, медалей, конечно, он завоевать не хотел, но именно вот проработать это движение, то есть свои, да, соревновательные опыты опять же получить. Ну и в принципе я точно так же. Ну, я, конечно, не стал там 20 килограмм, ну зачем мне? Ну, вот что смог, как бы вот здесь вот все это дело вытянул. Тоже будем работать, ну, видите, сами, нет у меня никакого там ни моста, там, никакой техники. Ну, просто лег, так-так, все, встал, сел. Ну, все, над этим нужно, конечно, плотно работать над жимом лежа. Но опять же, вот вспоминается такая история, знаете, вот, когда отыгрался в Иркутске, у меня там был тренер, тоже иркутский. И как-то с утра я пришел на зарядку, с утра, да, в зал пришел, ну, все там делаю работу, разминаюсь там, бой с тенью. И смотрю, мой тренер появился, и еще там один паренек тоже у нас занимался. И смотрю, они такие появились, такие, раз, в костюмах, там, у нас тренер там на кафедре в институте физоспитания тоже работал. И вот этот человек тоже, видимо, студентом пришел, учился, и вот он его позвал. И я в процессе, я понимаю, что происходит. То есть этот занимающийся, да, то есть спортсмен, студент, тоже им боксом там занимался, там, тяжелая атлетика, видимо, там, может быть, пауэрлифтингом тоже. И где-то в разговоре они говорили, кто сколько поживет, кто чего, и вот там, там, а 100 килограмм, а 60 килограмм. И вот этот вот спортсмен, да, он говорит, 60, да я там 100 раз делаю. Раз, тренер зацепился, 100 раз? Да ты что, да не может быть. Да 60 килограмм, да 100 раз делаю. Ну-ка пойдем. И вот они привел его в зал, набирают 60 килограмм, давай 100 раз, пожалуйста, давай сделай. Прям вот я тоже остановился, смотрю, давай сделай. Тот раз, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, ну, там, раз, не знаю, 40, наверное, сделал, там, может, и все, и смотрю, затух. Все, остановился, все, то есть, нет, не сделал. Поэтому, друзья, вот это вот все, это, знаешь, там, говорить, там, да я, да мы, да я 160 жал, да я там 100, да я 200, да я там, да я, да я. Ну, тоже все это разговоры разговорами. Вот соревнования, пожалуйста, пришел судьи, оценка, чуть-чуть движения не то, таз оторвал, ногу не поднял, там, неровно штанга пошла, все, не зачет. Поэтому, что тут говорить? Соревнования, они показывают, кто есть кто, кто где, кто что стоит. Поэтому, вот, пришлось прийти, взять, потренироваться и сделать, пожать, сделать этот вес. Ну, что, друзья, переходим к следующему, к самому интересному, к становой тяге. Вот здесь-то я уже думал, сейчас я оторвусь. Здесь-то вы мне, если в приседе там сел, не досел, ну, тут-то что, я тут-то я взял, поднял, ну, все, как вы мне не засчитаете. Никуда не денетесь, все засчитаете. Смотрим, становую тягу, три попытки, погнали. Ну, вот, сами все видно. Видели, 170, вылетело вообще легко, просто вообще ее не почувствовал, просто дернул, уже в глазах, все, в голове заиграло. Думаю, сейчас вторая попытка 180, третья 190, думаю, ну, все, поборюсь, сделаю точно. Но, видимо, вот, уже сказалось усталость, сказалось, конечно, то, что уже вторая половина дня пошла, да, то есть, соответственно, не поевши, не попивши, немножечко здесь вот вес подгонял я, да, вот это все сказалось, соответственно, опять же, силовая выносливость. И, вот, ошибка в технике, да, все-таки я становую тягу стал делать вообще, то есть, вообще не делал это упражнение никогда. Да, и стал это делать вот в феврале. В феврале месяце, то есть, вот, кто подписан в инстаграме, ссылка будет, кстати, внизу, там я выкладывал свои тоже видео, да, как я тянул. Ну, да, и здесь, кстати, на ютубе тоже как-то делал ролик, да, насчет станововой тяги. И там вот я доходил до 190, то есть, на раз делал 190, да, тянул. Но, я еще не знал там всех нюансов, оказывается, я тянул там так называемых сплинтов, то есть, с небольших таких резиновых подушечек, так скажем, да, то есть, то есть, штанга была чуть-чуть выше, чем нужно, да, то есть, она не на полу лежала, а вот на резиновых таких вот прокладках. Ну, это я делал для того, чтобы помост там не пробить, да, опускаешь, бросаешь ее. Но, вот, оказывается, это помогает и, соответственно, это очень сильно помогает. И, на самом деле, без этих сплинтов уже я потом 190 уже потянуть не мог. Даже 180, я не всегда на тренировке вытягивал, но, в принципе, вытягивал. И вот, ну, тут вот решил, что, как бы, вроде должно было пойти. 170 вообще залетело нормально, думаю, ну, все, 180. Ну, что-то пошло, вот, видите, не так вот. Где-то я вот этот баланс, не могу вот эту технику, да, найти. То есть, еще пока вроде и что-то нашел, нащупал движение ног, там, все поднимать, все, ногами тяну. Но чуть-чуть вот еще не хватает. Много, очень, как мне кажется, я перекладываю на спину. То есть, штанга дальше от меня находится. Я тяну именно спиной, вот, на начальном этапе. А после жима, после жима лежа, почувствовал вот небольшой дискомфорт в спине, потому что, ну, был отказной подход, да, в 115, то есть, я там не смог, не вытянул, да, не хватило мощи. И почувствовал небольшой дискомфорт в спине, потому что там все же напрягается. И вот, скорее всего, вот это как раз вот и сказалось, да, что я вот просто не хватило выносливости в мышцах спины, чтобы вот именно этот силовой выносливости, да, чтобы вот именно взять и вытащить, вытянуть спиной эти 180 и там уже ногами подработать. Ну, получилось, как получилось. Видите, настроился на третью попытку. Думаю, ну, блин, что такое? Ну, в третьей, да, я точно сейчас, блин, сейчас давану, сейчас сжиману, все, вытяну это все эти 180. Ну, как видите, подержал чуть-чуть подольше, поборолся, пободался, может быть, чуть-чуть повыше ее поднял, но, опять же, нет, 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 наконец, все равно не получилось. Ну, что, будем тренироваться, будем тренироваться. Первый опыт, так скажем, да, то есть, крещение, так скажем, огнем пройдено, все, поучаствовал, получил опыт, посмотрел, как это все устроено, все знаю. Ведь, на самом деле, к этим соревнованиям я практически не готовился, ну, просто не готовился. Ну, как вот, задача была, вот, поддержать форму, да, то есть, был не в лучшей форме, и травма плеча, и в приседе не доседал. Но немножко подсобрался, подобрался, подогнал присед, подогнал жим, становую чуть-чуть почувствовал. И, в принципе, вот, видите, и какой-никакой результат есть. И вот с этого момента я уже могу себя назвать уже каким-никаким начинающим пауэрлифтером, силовым трейборцем все занимаюсь. Помимо того, что я боксер, да, занимаюсь спорта по боксу, ну, теперь вот еще и на уровне первого разряда, где-то около первого разряда по пауэрлифтингу теперь выступаю. Ну, что, друзья, осенью планируются новые соревнования, там я так уже посмотрел немножко, чемпионат Москвы по пауэрлифтингу. Ну, буду стараться, буду пробовать, заявляться, буду готовиться. Все это, подготовку вы, конечно, увидите и в Инстаграм, и здесь, возможно, буду, на Ютубе буду ставать, вставочки такие делать. Буду готовиться более основательно, ошибки свои знаю, все буду делать. Я планирую на следующих соревнованиях осенью 190, думаю, железно присяду, да, то есть 120 пожму, это тоже уверенно, с паузой четко. И, я думаю, где-то также 190, может быть, ближе к 200, буду стараться подтянуть, да, уже тягу, становую тягу сделать. И думаю, что кандидата в мастера спорта в этой весовой категории я должен собрать, сумму должен собрать. Ну, на этом все, друзья. Если вам интересно, подписывайтесь, смотрите за моими выступлениями, за моей подготовкой. Тренируйтесь вместе со мной, задавайте вопросы, буду отвечать, как, что, где, куда, для чего, почему, зачем и что. Все, 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 отвечаю. Так что, до новых встреч, друзья. Пока. 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 Пока.